Республиканцы выигрывают выборы в Конгресс США. К России они традиционно относятся более критично, чем демократы. Какой будет новая политика Вашингтона? Об этом после новостей. На промежуточных выборах в Конгресс США республиканцы не только укрепили свои позиции в Палате представителей, но и получили большинство мест в Сенате. Впервые с 2006 года демократы, которым принадлежит президент Барак Обама, не контролируют ни одну из Палат Конгресса. Победа республиканцев может привести к серьезным трудностям для администрации президента. Центробанк России ограничил объем валютных интервенций до 350 миллионов долларов в день. Дополнительные интервенции Центробанк планирует совершать только в случае угрозы финансовой стабильности России. На утренних торгах в среду курс евро поднялся до 56 рублей, а затем снизился до отметки в 55 рублей. Один доллар стоил 44 рубля. Правительство Украины не будет финансировать подконтрольные сепаратистам регионы в Донбассе. Они требуют более 2 миллиардов долларов дотации из госбюджета, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, жители Донбасса получат все полагающиеся им социальные выплаты, когда Киев вернет контроль над регионом. Однако правительство продолжит снабжать восток Украины газом и электроэнергией. В среду в Германии началась крупнейшая в истории страны забастовка машинистов в Дойче-Бан. Грузовые и пассажирские поезда начнут следовать по графику лишь в понедельник, 10 ноября. Причиной забастовки стал продолжающийся тарифный конфликт с руководством концерна. Впервые за последние почти 10 лет республиканцы США получили контроль над обеими палатами Конгресса. С января 2015-го, когда парламент нового созыва приступит к работе, демократы, к которым принадлежит президент США, будут в меньшинстве. Палата представителей США республиканской была еще до выборов, а вот в Сенате произойдут изменения. Как это скажется на отношениях с Россией, об этом поговорим с Йозефом Брамлем, экспертом по США из Германского общества внешней политики. Господин Брамль, у республиканцев более жесткая позиция по отношению к России. Теперь с новым Конгрессом нужно ожидать дальнейшего осложнения отношений между Москвой и Вашингтоном. Политика безопасности, по сути, по-прежнему остается в сфере ответственности президента. Здесь он может претендовать на большую свободу действий. Другие же вопросы, касающиеся, например, внутренней или торговой политики, в той или иной степени могут блокироваться Конгрессом. Но во внешней политике безопасности у президента есть свобода. Хотя в некоторых вопросах и у Конгресса тоже есть право голоса. Вспомните, например, о санкциях в отношении Ирана. Президенту нужен был Конгресс. В других же вопросах, которые касаются и России, президент может действовать самостоятельно. Вы только что упомянули санкции. Возможно ли, что республиканцы будут настаивать на ужесточении санкций против России? Я думаю, для России отношения Ирана и США будут важнее ситуации на Украине, поскольку сближение Вашингтона и Тегерана может дестабилизировать российский режим. Если американцам удастся сблизиться с Ираном, то в долгосрочной перспективе упадет цена на нефть. И это будет угрожать российскому режиму, который зависит от экспорта нефти и цены на нее. То есть для Кремля именно этот вопрос должен стать самым главным. В Москве должны очень внимательно следить за переговорами Вашингтона и Тегерана. Что же касается санкций Запада против России, которые были введены из-за кризиса на Украине, то здесь нужно отметить. В Вашингтоне появилось мнение, что санкции способствовали сближению России и Китая по газу. И что штрафные меры не такие уж эффективные, как считалось. Даже наоборот, они помогли Путину упрочить свою власть и улучшить отношения с Пекином. На фоне украинского конфликта республиканцы еще больше, чем Обама, настаивали на увеличении европейского участия в финансировании НАТО. Усилится ли теперь давление на европейцев? Я думаю, европейцам четко дают понять, что впредь они сами должны больше заботиться о своей безопасности. Для США кризис на Украине – это очень удаленный конфликт. США находятся от Украины гораздо дальше, чем Евросоюз. А Европа не реагировала на призывы США больше внимания уделять усилению собственной безопасности. Соединенные Штаты предупреждали, что американцы не готовы и дальше тратить свои деньги на то, чтобы европейцы только рассуждали о безопасности. И я думаю, что сейчас, если США будут вести себя немного сдержаннее на фоне украинского кризиса, европейцам придется самим гораздо больше делать для обороны. Мне кажется, что стратегически это очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Спасибо, господин Брамль. Это было мнение эксперта по США из Германского общества внешней политики Йозефа Брамля. В связи с аннексией Крыма и украинским кризисом НАТО стало укреплять свои позиции в Европе и пристально следить за действиями России. Альянс подчеркивает свое беспокойство в связи с участившимися заходами российских боевых самолетов в воздушное пространство НАТО. С начала года их было зарегистрировано около ста. Провокационные полеты самолетов российских ВВС в европейском воздушном пространстве в последнее время стали регулярными. Российские стратегические бомбардировщики кружат в небе на границе с Норвегией. Какие цели преследует Россия, выполняя эти маневры, никто не знает. Север Норвегии, где ее берега омываются водами Баренцева моря. Здесь все спокойно. Это самый северный наблюдательный пункт НАТО. На противоположной стороне – Россия. Здесь начинаются пограничные заграждения и тянутся на тысячи километров на юг. За тем, что происходит на границе, наблюдает Элиза Стайнсланд с одной из удаленных вышек на озере Вагатем. Она – одна из четверых дозорных, которые сменяются каждые две недели. Они сами по очереди занимаются хозяйством, готовят и убирают. То, что Россия совсем недалеко, несущим здесь службу, конечно, не безразлично. «Теперь Россия интересует меня намного больше. Раньше она была далеко от меня, а теперь вот она. Даже если мы не поддерживаем контактов с другой стороной, культура этой страны мне кажется очень интересной». Катрина служит в военной полиции. Одна из ее обязанностей – контроль военного транспорта. В порядке ли документы? До сих пор женщины в Норвегии служили в армии добровольцами. Поскольку в норвежской армии не хватает солдат, недавно был принят закон о введении обязательной воинской повинности для женщин с лета 2016 года. Таким образом, страна станет первой в НАТО и Европе, где служба в армии будет обязательной для обоих полов. «Все должны проходить службу в армии. Здесь приучают к дисциплине, к режиму, к тому, что нужно рано вставать и держать свои вещи в порядке». Раньше норвежские пограничники регулярно встречались с российскими коллегами и устраивали футбольные матчи. Однако с началом украинского кризиса эти встречи прекратились. Военное руководство приказало свести контакты до необходимого минимума, хотя многие здесь об этом сожалеют. Российский приграничный город Никель кажется теперь далеким, как никогда, хотя отсюда можно даже разглядеть панельные дома и трубы города. Элиза вместе с другими военнослужащими патрулируют приграничную территорию. Потом они разводят костер, как бы подавая сигнал, что они на посту и ведут наблюдение. Но обращает ли кто-то на это внимание с другого берега, этого норвежские пограничники не знают. Своё военное присутствие НАТО демонстрирует и с высоты 10 тысяч метров. Когда российские ВВС глубже проникают в международное воздушное пространство, Альянс повышает уровень боеготовности и демонстрирует свою бдительность. О развитии событий в Геофакторе завтра на сайте Deutsche Welle и в эфире Дождя. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин